Премьер устал, премьер слаб, премьер должен уйти. Это мое мнение, заключение. Обсуждать введение военного положения хотелось бы с кадровыми офицерами, которых в студии очень мало. Я бы дискутировал с господином Смешко, своим первым руководителем, по поводу введения чрезвычайного военного положения. Это не может быть введение в какой-то конкретной области, на кухне или в спальне. Это целый комплекс мер. При этом журналисты получают правила поведения. Получают правила поведения и бабушки в далеком Закарпатье, и бабушки на Луганщине, и дедушки на Ривненщине. При этом налоги собираются совершенно другим образом. И премьеру не надо уговаривать парламент собрать каких-то денег. Страшно было слышать, премьер рассказывал о проблеме на его фирме. У него не выплачивается зарплата, у него нечем заправить бак танка. Почему на его фирме? Такое было впечатление, что он жаловался не о проблемах страны, а о проблемах своей фирмы коммерческой. Он говорил об армии. Говорил, военные его не поймут. А почему военные его не поймут? Если надо содержать армию, надо изменять бюджет, чтобы было больше денег. А почему армия не поймет такого? Премьер только что донес армии, что завтра нечем будет заправлять танки. И у нее не будет зарплаты. При этом господин Луценко недавно с Кужель спорил о том, что наша армия всемогущая, непобедимая. Но при этом не надо вводить военное положение, потому что мы боимся агрессии России. А то это неправильно. Говорить о войне надо правильно, надо выбирать правильные слова. Это война. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это не оттуда. Кадровые военные не будут спешить умирать на антитеррористической операции против бандитов. Кадровые военные, которые призваны защищать, они будут защищать вас на войне. Но на войне другие правила. Все правила другие. А на этой маленькой какой-то антитеррористической операции, которая почему-то длится уже более трех месяцев, мы обманываем себя. Здесь все обманывают нас. Все обманывают Украину. Нет антитеррористической операции. Есть боязнь против Путина. Есть война. И нет шести миллионов террористов и сепаратистов. Есть отдельные криминальные элементы. Но там есть люди. Представьте. Там люди. И у них такие же требования, как и на Майдане были. Там зеркальное отражение Майдана. Надо понять. Надо услышать. Они пошли на этот крайний шаг, потому что их никто не слышал. И не услышал. АПЛОДИСМЕНТЫ